Вау! Получил удовольствие от просмотра только что. Инь, и янь, фабрики «Звезд 7». И законодательный. Вот по этому пути мы должны развивать свою государственность. Но внутри исполнителя власти перераспределение полномочий, на мой взгляд, во всяком случае, в ближайшей исторической перспективе, было бы ошибкой. Возвращаясь к обсуждению плана Путина, президент привел пример из истории. Вспомним, что было с Соединенными Штатами в годы выхода из Великой Депрессии. Ведь там тоже многое делалось в вручном режиме. И там тоже Рузвельт изложил целый план развития страны на среднесрочную перспективу. И там тоже некоторые, как вы сказали, элиты не были согласны со всем, что предлагалось тогда президентам. Но в конечном итоге оказалось, что реализация этого плана прошла на пользу всем гражданам страны. И так называемым элитам, и рядовым гражданам. Почему? Потому что стабилизировало ситуацию. Позволило создать условия для поступательного развития экономики в социальной сфере. И в конечном итоге привело Соединенные Штаты к тем позициям, которые они сегодня занимают в мировой экономике, да и в мировой политике. «Какое время потребуется для достижения целей?» – спросили у президента. «Я думаю, 15-20 лет», – ответил он. Павел Краснов, Первый канал. Мы еще вернемся к теме прямой линии и подробнее расскажем вам о том, что Владимир Путин сказал о зарплатах, пенсиях и социальных пособиях. Но, помимо политики внутренней, на этой неделе было несколько важных событий во внешней политике страны. Я имею в виду поездку президента в Германию и его визит в Иран на саммит прикаспийских государств. За этими событиями следил мой коллега Алим Юсупов. Очередная зарубежная поездка Владимира Путина началась тревожно. В Иране, куда президент России должен был прибыть после визита в Германию, на него, возможно, готовилось покушение. Сведения об этом показались российским спецслужбам настолько серьезными, что доложили и самому главе государства. Находясь уже в немецком Визбадне, Владимир Путин заявил журналистам, что свой визит в Тегеран он отменять не будет. И вообще, волков боятся в лес не ходить. Я, конечно, еду в Иран, потому что если бы я все время слушал различные угрозы или рекомендации службы безопасности, из дома нужно было бы не уходить. Они должны делать свою работу, а мы с госпожей федеральным канцлером и другими моими коллегами должны исполнять свои функции. В Германии нынешнюю встречу на высшем уровне называли общо, межправительственными консультациями по широкому кругу вопросов. Круг действительно оказался широким, от политики до экономики. Пожалуй, самый амбициозный проект строительства североевропейского газопровода по дну Балтийского моря пока находится в стадии согласования с другими прибалтийскими соседями. Но Россия и Германия полны решимости его отстоять. Проект североевропейского газопровода отвечает экономическим интересам Германии и России. Что касается инвестиций, финансовой и технической стороны дела, здесь нет никаких трудностей. Есть сложности, связанные с экологической экспертизой, согласованием с руководством транзитных стран. Для этого нужны дополнительные политические усилия. Политические усилия России и Германии будут прилагать совместно и слаженно. С этим проблем у двух стран, похоже, нет. Владимир Путин вообще высказался в том смысле, что отношения Берлина и Москвы улучшить уже невозможно, они идеальны. Ангела Меркель в ответ, однако, напомнила, что это результат большой работы. И к месту процитировала Достоевского. Хорошее время не падает с неба, а его надо создавать самим. Достоевского вспомнил и российский президент. Встречи двух лидеров проходили в двух шагах от казино, где Федор Михайлович пытал удачу игрой в рулетку. Деньги проиграл, зато подарил миру роман-игрок. Достоевский, кстати, как говорят, играл здесь, в этом казино. И, насколько я знаю, все продул благополучно. Все, что у него было, да еще занимал. Состоянно писал в Россию, просил ему денег прислать. Вообще, в нашей общей истории было много очень моментов, когда мы то выигрывали, то проигрывали. Сам же Владимир Путин, судя по всему, не любитель азартных игр, а в особенности в вопросах международной политики. Предваряя свой визит в Иран и отвечая на вопросы прессы, президент России заявил, что не поддерживает жесткие санкции в отношении Тегерана по поводу его ядерной программы. Российская позиция с Ираном надо терпеливо договариваться. В случае с Северной Кореей, например, это дало свои результаты. Пугать кого-то. В данном случае иранское руководство или иранский народ бесперспективное дело. Им не страшно. Поверьте мне. А вот набраться терпения и искать выход можно и нужно. Но можно ли это сделать без того, чтобы вести с иранским народом и с иранским руководством в диалог? Думаю, что это невозможно. Любопытнейший, страшный, интереснейший, таинственный город Тегеран. Режиссер Владимир Наумов увлеченно вспоминает о работе над фильмом «Тегеран-43». Лента описывает события 65-летней давности, когда Сталин, Черчилль и Рузвельт собрались в иранской столице, чтобы обсудить вопросы открытия Третьего фронта и, поскольку перелом в войне против Германии уже наступил, после военного устройства мира и безопасности народов. В центре сюжета фильма, правда, шпионская и любовная история. В тот момент, когда там находились главы трех государств, он весь был наполнен ощущением вот этого покушения, подозрения, слежки и предчувствия чего-то страшного. В Тегеране 2007 оказалось не так страшно, хотя и не обошлось без подозрений возможность покушения и обсуждения вопросов войны и мира. Официальным и главным поводом визита Владимира Путина в Иран был саммит при Каспийской государстве. О том, что он будет проходить именно здесь, в Тегеране, страны-участницы договорились еще пять лет назад в Ашхабаде. Однако внимание мирового сообщества было приковано к другому. Возникла редкая ситуация, при которой президент России мог с глазу на глаз обсудить с президентом Ирана одну из самых острых проблем в международной повестке дня – иранское ядерное досье. Россия уже давно является, по сути, ключевым посредником в переговорах по ядерной проблеме Ирана. С одной стороны, Москва не вызывает у Тегерана ту аллергии, какую Иран испытывает к Западу, а с другой – Россия сотрудничает с этой страной в осуществлении мирной атомной программы. Однако строительство атомной электростанции в Бушере стало камнем преткновения и для Ирана, и для Запада, и для России. В Тегеране окончания строительства ждут сплох искрываемым нетерпением. Мировое сообщество же опасается, что, получив ядерное топливо для станции, иранцы попытаются использовать его в военных целях. А Москва, признавая право Ирана на собственный мирный атом, тем не менее разделяет озабоченность Запада. Находясь в Тегеране, президент дал понять – Россия не поддастся давлению ни с одной стороны. Иранский журналист попробовал было вытребовать у Владимира Путина обещание закончить проект Бушер до истечения срока его президентских полномочий. Я обещания давал только своей маме, когда совсем был маленьким мальчиком. В нашем сегодняшнем разговоре могу сказать следующее, что для нас, конечно, очень важно, как относятся к нашему сотрудничеству элиты двух стран, так называемые элиты и в России, и в Иране. Но думаю, что еще важнее нам было бы довести до широкой общественности и для рядовых граждан наших стран, что же происходит по проекту Бушер на самом деле. А происходит, по словам Владимира Путина, следующее. Задержка с реализацией проекта связана с тем, что строительство электростанции началось еще несколько десятилетий назад. Немецкие подрядчики, не закончив стройку, ее убросили. Уже установленное оборудование давно устарело. Кроме того, существуют трудности в российско-иранских соглашениях по этому поводу. Поэтому Россия, не отказываясь от завершения проекта, все же хочет реализовать его корректно, и с технологической, и с юридической точек зрения. Теперь, что нужно сделать для того, чтобы все это состоялось как можно быстрее? Вот в данный момент времени, вот сейчас прямо, российские и иранские специалисты обсуждают вопрос о внесении изменений в наши контрактные обязательства. И иранские партнеры в целом согласны с тем, что это нужно сделать. Имею в виду, что сам документ устарел. И нужно четко понять, как мы используем старое оборудование с теми новыми технологиями, которые применяются российскими подрядчиками сегодня. Тем временем саммит при Каспийских государствах, по крайней мере внешне, прошел спокойно, несмотря на то, что создан он был для обсуждения вопросов спорной территории, а точнее акватории Каспийского моря. После распада Советского Союза, вместо двух суверенных государств, СССР и Ирана, на берегах Каспии появилось пять независимых стран. Россия, Иран, Азербайджан, Казахстан и Туркменистан. Советско-иранские соглашения автоматически устарели. И как делить богатство моря? Черное золото и черную икру стороны пока договориться не могут. Из общего допустимого улова Иран получает 45%, Россия 27%, остальные три государства 28%, которые распределяются между Казахстаном, Туркменистаном и Азербайджаном. Необходимость пересмотра подобного дискриминационного подхода очевидна. И реальность такова, что договоренности между Ираном и бывшим СССР ушли в историю. Надо сказать, что проблема раздела Каспии Россию касается в наименьшей степени. Споры друг с другом ведут наши южные соседи. Поэтому и в этом разговоре Владимиру Путину досталась приятная роль модератора. Мы искренне стремимся к тому, чтобы Каспийское море не разъединяло, а объединяло, связывало всех нас. И убеждены, пространство Каспии не должно быть сплошь покрыто государственными границами, секторами и исключительными зонами. Чем меньшую часть акватории будут они занимать, и чем большую часть водной толщи и поверхности останется в общем пользовании при Каспийских государствах, тем лучше. О какой-то финальной договоренности по поводу раздела Каспийского моря пока очевидно говорить рано. Каспийский процесс, вероятнее всего, будет длиться годы. Но закончили свои консультации президента пяти стран на светлой ноте. Переговоры будут продолжаться и с большей интенсивностью. Встреча Владимира Путина с руководством Ирана, в особенности с его духовным лидером, а это Лой Хаминеи, событие уникальное для российско-иранских и шире для персидско-европейских отношений. Почему это так важно и как вообще устроена реальная власть в современном Иране? Об этом Владимир Нестеров. Это встреча, аналогов которой в истории Ирана не было. Верховный руководитель страны, человек, который по иерархии стоит выше, чем президент Ихмадиньжат, принимал у себя главу российского государства. По протоколу это не обязательно, но Рахбар, так называют лидеры революции, был явно заинтересован в этой встрече. Скоро в Совете Безопасности ООН будет принята третья резолюция по ядерной программе страны, и Хаминеи хотелось самому узнать позицию российского лидера. А Еталласа и Еталий Хаминеи не только духовный наставник всех иранцев, фактически это он, а не Ахмадиньжат, главнокомандующий иранской армии. Он назначает людей на ключевые посты в государстве и принимает решение, какому курсу будет следовать страна во внутренней и внешней политике. Все, что делает президент в Иране, это функции премьер-министра в России. Ну, несколько больше, чем премьер-министр, но, с другой стороны, этот человек подчиняется по конституции духовному лидеру. Духовный лидер обычно не посещает международные конгрессы, не принимает высоких зарубежных гостей. Это обязанности президента. В основном он обращается к иранцам по вопросам философии мира во время пятничной молитвы. Но в этой проповеди политики больше, чем во всех официальных заявлениях. Американцы открывают рот, но при этом закрывают глаза и говорят не то, что видят, а что им нашептывают со стороны. Президент не может идти поперек воли верховного вождя революции. Это очень удобно, кстати, сказать для самого верховного лидера, потому что некоторые вещи, непопулярные, допустим, за границей, это предоставляется говорить президенту. Вот знаменитые все эти его высказывания насчет Израиля. Даже каждый из этих людей, депутатов Меджилиса, парламента Ирана, чтобы оказаться в этом зале, должен получить одобрение Рахбара. Этим занимается Совет 12 стражей Конституции, религиозных деятелей. Половину из них назначает лично духовный лидер. Выше Хаминеи только Коран. Его толкователей 86 человек переизбираются каждые 8 лет и теоретически могут уволить духовного лидера с поста. Они раз собрались, назначили и все. Дальше они ему дали карт-бланш. И он работает уже. Работает сам духовный лидер. Это делается для того, чтобы все органы, в том числе и сам духовный лидер, и остальные органы власти были выборными. Такая схема народной власти в Иране родилась в дыму самой странной революции 20 века. Ее назвали «Исламской». Вместо монархии, которая сохранялась в стране более 2,5 тысяч лет, к власти в Иране пришли духовные лидеры. Дауду Абадихах Самарину тогда было чуть больше 20. Иранский журналист о свободе в родной стране готов говорить без устали. Там ее охраняет специальный корпус стражей революции, исламская ЧК конца 70-х годов и сегодня имеет почти неограниченные полномочия и может задержать любого, кто покажется подозрительным. В прошлом это те самые студенты, которые захватывали заложников в американском посольстве. И готовы разбить все, что противоречит их представлениям о правильном исламе. В Иране под запретом даже галстуки. Их запретил лично Хоми и Ний, назвав удавкой США. Небритость политиков страны тоже вызов цветворному влиянию Запада. С ним Ирану с каждым годом все сложнее договориться. Вот уникальные кадры. В 89-м в Исламскую республику на встречу с духовным лидером впервые прилетел советский министр иностранных дел. Уже тогда стало понятно роль Советского Союза начать кажущийся невозможным диалог между Востоком и Западом. Мы имеем полное основание строить наши отношения на новых принципах, на принципах взаимного уважения, полного равенства. Тогда эта встреча закончилась частичным снятием с Тегерана международной изоляции. Сейчас, очевидно, только одно. Для иранских лидеров беседа с Путиным имела особенную важность. Владимир Нестеров, Дмитрий Скворцов, Карина Авдалян, Мария Дорлопова, Первый канал. Во второй части программы мы продолжим рассказывать вам о главных событиях минувшей недели. Что будет с пенсиями и зарплатами? Президент Владимир Путин о социальной политике в стране. Справедливость должна восторжествовать. Гляжу в тебя, как в зеркало. В Польше идет борьба за масть последней данные о ходе выборов в парламент. Вообще-то мне смешны все действия Качинских. Например, Ярослав говорит, что рейтинги фальсифицированы. По обоюдному согласию сторон. Как Николя Саркази стал главным холостяком Европы? Тысячи людей разводятся. Это личное дело каждого. Хочешь порадовать близких, но боишься ошибиться с выбором? Просто отправь ММС. Ведь ММС лучше слов. Особенно со скидкой 70%. Настрой ММС по номеру 06062. Билай. Живи на яркой стороне. Есть удивительные места, где прошлое встречается с настоящим. Здесь время течет по-иному. И каждая минута особенная. Здесь видели многое, но не перестают восхищаться новым. Здесь не разучились мечтать и удивляться. Здесь 60 лет пролетают, как один день. Инго Страх. 60 лет. Привыкайте к хорошему. Отвыкать не придется. Что такое достижимый идеал? Сочетание отличных ходовых качеств, управляемости и комфорта для всей семьи с экспрессивным дизайном, спортивным характером и динамикой. Это «Шевроле Лаченти». Почему-то всегда в самый нужный момент не хватает денег. Это потому, дорогая, что они слишком часто уходят на новые туфли. Но теперь у меня есть кредитная карточка Банка Москвы. Надеваешь новую вещь сегодня, оплатишь за нее с рассрочкой в 55 дней. Здорово! Банк Москвы. Банк вам в помощь. Тусклая, потрескавшаяся кожа? Только не для моей обуви. Я использую обувную косметику «Салтон» с технологией «Минкоил». Средства «Салтон» позволяют достичь тройного эффекта. Защищают от влаги и соли, питают кожу, придают блеск. Моя обувь сияет от удовольствия, и я улыбаюсь вместе с ней. «Салтон» заряжает оптимизмом. Хороший маникюр творит чудеса. Фантастический подарок каждый. Замечательный маникюрный набор. «Литуаль». Побалуйте себя. Изучайте 1С предприятие 8 в центрах сертифицированного обучения. Мы знаем, как важен для вас привычный образ жизни. Мы знаем, как его сохранить. Ренессанс страхования. Ваш стиль жизни под защитой. Один автомобиль – тысяча возможностей. «Опель Мерива». «Опель Зафира». Для тех, кто много говорит, пора предложить особые условия. Скидка – 90%. И пусть говорят много, а платят потом. Вот она – уникальная формула общения «Билайн». Тариф, хочу сказать, скидка 90% плюс постоплатная система расчетов. «Билайн». Живи на яркой стороне. Не считайте дни до выплаты кредита. Живите каждым днем. Максимальный срок потребительского кредита ВТБ-24 позволяет погашать его незаметными суммами. Потребительский кредит ВТБ-24. Узнайте больше по телефону. Зайдите в отделение банка. Для деловых и модных. Для спортивных и утонченных. Для ярких и скромных. Для белых и пушистых. Для стильных и дерзких. Для любой обуви. Идеальный уход с обувной косметикой «Саламандр». «Саламандр». Видимый эффект. Тщательный уход. Любимый приглашает в кино. Собирайте значки с упаковок любимого сада и принимайте участие в промо-акции. Подробности на упаковке по телефону «Горячей линии» и на сайте акции. В кино с любимым каждый вечер. Вы смотрите программу «Воскресное время». Мы вновь возвращаемся к темам прямой линии с президентом России. Все отмечали, что на этот раз было затронуто очень много социальных тем, в том числе и несколько вопросов, отобранных Путиным лично. Тем, вроде бы, немасштабных и очень конкретных. Зарплаты, пенсии, пособия. Но именно из таких тем и состоит жизнь людей. И главная задача власти, чтобы эта жизнь все-таки была достойной. К вопросам и ответам прислушивался мой коллега Александр Батухов. Может быть, нам сейчас выбрать самый главный вопрос от города? Чтобы нам не задать, например, какой-то вопрос пустяковый. За полчаса до начала прямой линии с Владимиром Путиным жители Ржева готовятся к включению. Их город оказался в числе 12 выбранных для телевизионного общения президента с народом. Алексей, пожалуйста, жители Ржева могут задавать вопросы президенту России. Давайте, давайте вы будете первым, пожалуйста. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Я Чубукова Надежда. Она хоть и студентка Тверского университета, но учится в его ржевском филиале. После школы многие найденные одноклассники разъехались, но она решила остаться. Хотя поводов для переселения достаточно. Если есть желание посмотреть кино на большом экране, люди берут билеты в Твери, едут до 30 километров, смотрят кино в Твери и приезжают обратно домой в Орже. Что делать, когда жизнь в маленьком городке кажется бесперспективной, а уезжать никуда не хочется? Надя Чубукова решила спросить у президента. Что касается малых городов, вы знаете, у нас их, не помню точно, но 1700 с лишним. Если прикинуть среднее количество жителей, которые там живет, то это получается процентов 40 населения всей России. И не только вас волнует и беспокоит будущее этих городов, но, конечно, всех нас, и в том числе и меня, должны это беспокоить. Мы приняли решение значительно увеличить МРОД, то есть минимальный размер оплаты труда. Но чего греха таить? Люди с небольшими доходами живут как раз в малых и средних городах России. Надеюсь, повлияет на определенное количество населения, которые там проживают, это решение. Плюс повышение заработной платы тех, кто работает в бюджетной сфере, о чем я тоже говорил выше. Вот все это вместе, плюс небольшая, но все-таки целевая программа по поддержанию архитектуры средних и малых городов России и по их развитию предусмотрена в специальной программе. Там заложено примерно, не примерно, а точно 5 миллиардов на первом этапе. Вот все это вместе, надеюсь, удаст положительный эффект. Для многих жителей России прямая линия с Владимиром Путиным – это возможность о своей беде рассказать лично президенту. Все предыдущие общения уже показали, что нет нерешаемых вопросов. Более того, проблема, которая на местном уровне могла рассматриваться годами, после прямой линии может быть решена в одночасье. В школе очень низкая температура, у нас, к примеру, в школах там по 8 градусов, это при 5 обогревателях, 5 обогревателей греют, в школе 8 градусов. Таким его запомнила страна в 2001 году. Мальчик из Уст-Кута Паша Швидков дозвонился до президента и сказал, что ему негде учиться. Мне очень нравится учиться, но у меня нет такой возможности. Я уверен, что губернатор нас слышит и сделает все необходимое для того, чтобы в кратчайшие сроки восстановить жизнедеятельность учебных учреждений. Читаю вопрос, ответим. Теперь Паша учится в 11 классе, и в его родной школе нет проблем с отоплением. Спустя 6 лет уже сложно представить, каким было бы его образование, если бы он тогда не дозвонился. Плати книжку, одевай носочки. Вопрос Владимиру Путину от новосибирского сотрудника НИИ Якова Рокшина тоже был совсем не о науке. С этого года оба моих ребенка пошли в сад, и там мы столкнулись с проблемой. В детском саду с нас в добровольно-принудительном порядке берут деньги на содержание детского сада и на доплату воспитателям. Они и в садик-то попали случайно, в очереди были 180-ми, и если бы не освободившиеся места, еще бы как минимум год простояли. Сначала помощь саду Яков Рокшин воспринимал как должное, пока не выяснилось, что эти деньги не для воспитателей. Хотели бы платить тысячу, полторы, две, согласились бы. Только из этих денег на воспитатель все равно не уходит ничего. И зарплату они все равно идут из федерального, не из денег родителей. Не снимая ответственности с федерального центра, я все-таки хочу сказать, что вот эта сфера деятельности, это прежде всего ответственность региональных и местных властей. Но тем не менее, мы по разным каналам, в том числе и с помощью субсидий тем регионам, которые сами не в состоянии решать эти проблемы, будем помогать в решении этих задач, выделяя необходимые ресурсы и средства. Что в последнее время сделано для этого? На различных уровнях, в том числе на уровне федерации, принято решение, согласно которым при направлении в детское дошкольное учреждение первого ребенка 20% государства должно компенсировать от той платы, которую родители должны платить за детское дошкольное учреждение, за детский сад. При направлении второго ребенка эта компенсация должна составлять 50%, а третьего и последующих детей 70% от той платы, которую, еще раз повторяю, родители должны платить за детское дошкольное учреждение. Уже слова благодарности, а также от военных пенсионеров, которые здесь еще живут, прозвучали. Ребята звонили знакомые. Ему звонят уже третий день подряд. Жители Самарской области, военного пенсионера Геннадия Баракина, такие же, как и он, пенсионеры, благодарят за телефонный вопрос президенту. Будут ли возвращены долги военным пенсионерам по недоплате пенсии за период с января 1995 года по февраль 1998 года? Бюрократические проблемы, которые до сих пор возникали на этом пути, не давали возможности решить этот вопрос. Чтобы снять эти бюрократические препоны, я поступлю просто и приму кардинальное решение. В самое ближайшее время просто подпишу указ, который обяжет правительство решить эту проблему до конца текущего года. Я знаю, что на это нужно изыскать дополнительно около 40 миллиардов рублей. Деньги у нас есть, и нужно эту проблему решить. Мы решим ее в ближайшее время. Причем это будет касаться не только 1995, но, по-моему, там даже есть хвостик с конца 1994 года. Обещаю вам. В ближайшее время указ выйдет. У нас теперь водичка идет круглые сутки. Этот водопровод Людмила Караченцева так и называет президентским, потому что каждый на хуторе знает, благодаря кому он здесь появился. После ответа Владимира Путина во время прямой линии три года назад в крае тут же нашли 70 миллионов рублей на трубы. Документы в отношении действующего губернатора подготовлены, но пока не направлены в Ставрополь. И не будут направлены до тех пор, пока она эту проблему не решит. Если бы не помог президент, у нас бы воды не было. До сих пор не было воды. Это растянулось бы на года, на года. После прямой линии с президентом ржевский хирург Руслан Виноградов пошел на дежурство. Непрофессионал, конечно, не поймет. Вот этими поверхностями иголку держать уже невозможно. Она выскальзывает. Просто иногда во время операции он даже не закрывается нормально. В этой больнице, где работает Виноградов, только два аппарата относительно новые. Остальное оборудование давно требует замены. То есть у нас институты, все они идут в свою сторону. Это мастера в освещении, как они добиваются для нас адекватного настроения. В связи с таким бедственным положением больницы, Руслан спросил президента, а будут ли и здесь перемены, как в поликлиниках. И Владимир Путин ему ответил. Мы взяли на себя обязанность создания новых высокотехнологичных центров в Российской Федерации. Много по этому поводу было споров. Я знаю, что некоторые мои коллеги из регионов, они не согласны с таким решением. Они считают, что лучше дать денег в те центры, которые уже созданы. Да, их тоже нужно поддерживать и развивать. Но нам нужно высокотехнологичную медицинскую помощь приближать к регионам Российской Федерации. И думаю, что правы в конечном итоге те, которые говорят, нет, нам и там, где раньше не было центров, там нужно их создавать и нужно кадры, конечно, готовить. Это непростая задача. Нужно, чтобы были люди, которые могут работать на этом оборудовании. Но лучше делать это, чем отодвигать на потом. Это, если мы не начнем сегодня делать, никогда и не сделаем в будущем. Я могу вам только сказать, что эта работа будет продолжена. Больше трех часов Владимир Путин отвечал на вопросы. И во многих из них содержалась просьба решить ту или иную проблему. Уже в конце прямой линии жительница Оренбургской области Зинаида Федорова попросила помочь отцу. Мой отец был участником парада 45-го года, но его ни разу не пригласили на парад победы в Москву. У него все хорошо, но есть обида по этому поводу. Можно ли пригласить отца на этот парад в будущем году? Зинаида Федоровна, рабочая Оренбургская область. Обещаю, мы это обязательно сделаем. И прошу извинения за то, что иногда бывают и такие сбои. Ветеран Федор Федоров уже и не надеялся побывать в Москве. Но после такого ответа президента о событиях 60-летней давности он снова рассказывает с воодушевлением. Первый батальон прямо, остальные направо и пошел. Ортестр 1500 человек, музыкантов только одних было. За все шесть раз, когда страна выходила на прямую линию с президентом, социальные вопросы главе государства всегда были самыми острыми. Но год от года их темы менялись от замерзающих городов в 2001-м до модернизации медицинского оборудования в 2007-м. Улучшения в жизни России отражались и на прямой линии. И для всех тех, кто в ней участвовал, главным становилось то, чтобы так было и дальше. Александр Бутухов, Иван Благой, Алексей Петров, Ольга Кири, Александр Чернецов, Альфия Ибрагимова и Анна Афанасьева. Воскресное время, Первый канал. Социологи продолжают исследовать настроения граждан. Очередной опрос провел Всероссийский центр изучения общественного мнения. С момента согласия президента России Владимира Путина возглавить предвыборный список партии «Единая Россия», социологи отмечают неизменный рост ее популярности. В ответ на вопрос, за какую из следующих партий вы бы проголосовали на выборы в Государственную Думу, если бы они состоялись в ближайшее воскресенье, ответы распределились следующим образом. 56% за партию «Единая Россия», 6% голосов за КПРФ, 4% за ЛДПР и 3% за «Справедливую Россию». Сегодня в соседней с нами Польше важное политическое событие – досрочные выборы в польский парламент. Вне зависимости от их исхода почти нет надежд на то, что количество мелких проблем, которые поляки пытаются создать России, как-то уменьшится. Ну, просто потому, что на протяжении последних столетий довольно мелочное злопыхательство по отношению к нашей стране и есть, в общем, единственный стержень такой и смысл национальной польской политики. Но и в ней могут быть нюансы в зависимости от исхода сегодняшнего голосования. За выборами в Польше следит наш корреспондент Олег Грознецкий. Олег, добрый вечер. Как проходят выборы и есть ли какие-то предварительные прогнозы результатов этого голосования? Добрый вечер, Петр. Вы знаете, эти выборы войдут в историю как одни из самых драматичных, поскольку в результате предвыборной гонки и правящая партия и позиционная вышли на финишную прямую примерно с равными шансами на успех. По данным Государственной избирательной комиссии, на этот час в выборах приняло участие больше половины граждан Польши, имеющих право голоса. При этом явка избирателей существенно выше, чем на предыдущих парламентских выборах. Политологи объясняют это в значительной степени тем, что, по данным социологических опросов, поляки ждут от нового парламента новых подходов к решению внутренних и внешнеполитических проблем. При этом, чьи взгляды окажутся избирателям ближе, консервативной партии «Право и справедливость» или либеральной «Гражданская платформа», мы узнаем не раньше 22.20 по московскому времени. Дело в том, что Государственная избирательная комиссия продлила голосование на избирательных участках в Пиле и Плотске, соответственно, на 15-20 минут, поскольку они открылись позже, чем остальные. В первом случае была повреждена печать на избирательной урне, а во втором члены комиссии не смогли открыть шкаф с бюллетенями для голосования. Пришлось вызывать слесаря. Пролил на это время и режим политического молчания. К слову, в Польше штраф за его нарушение составляет миллион польских злотых. Это около 250 тысяч долларов. Таким образом, главная интрига этих выборов, кто же победит, братья Качиньский или Дональд Туск, разрешится в течение ближайшего часа, после того, как объявят данные экзитполов. Петр. Спасибо большое. Спасибо, Олег. За выборами в Варшаве наблюдает наш корреспондент Олег Грознецкий. Вообще, судьба братьев Качиньских – еще одна иллюстрация мысли, высказанной ранее. Политика, построенная лишь на мелких гадостях ввиду невозможности сделать крупную и на зависти по отношению к России, не может быть успешной, даже если ее проводят сразу два брата-близнецы. Некоторые наиболее яркие проявления этой политики в материале Кирилла Брайнина. Предвыборную кампанию в Польше избиратели уже назвали едва ли не самой веселой. Пока премьер Ярослав Качинский целовал руки одним женщинам, другие, во главе с чемпионкой по боксу Агнешкой Рылик, боролись с насилием в семье. Предвыборный ролик партии «Женщин», пожалуй, самый популярный, но еще больше шума от плаката с обнаженными лидерами. И хотя оппоненты заявили, что эротика в политике неуместна, женщины ответили – в глаза надо смотреть. На этом плакате не эротика. Главное – это храбрость и решительность в наших глазах. И вообще, этот плакат очень соответствует католическому духу. Ведь, как говорил святой Фома Акминский, человек состоит из тела и души, а они как раз позади того, за что мы боремся. За что они боролись, так до конца никто и не понял. Но основная борьба в Польше все-таки между мужчинами. И впервые за последние годы правящая партия «Закон и справедливость» во главе с премьером Ярославом Качинским рискует проиграть гражданской платформе Дональда Туска. По крайней мере, теледебаты Качинский уже проиграл дважды. Сегодня, после двух лет работы вашего правительства, наши отношения с Германией и Россией находятся в худшем состоянии за последние 16 лет. И главным образом из-за катастрофической некомпетентности вашей внешней политики. Что касается отношений Варшавы и Берлина, то они в полном порядке. Я три раза встречался с канцлером Меркель, мой брат несколько раз с ним встречался. Мы регулярно созваниваемся по телефону. У нас нормальные отношения. Немецкая пресса, правда, почему-то не так оптимистична. Взять хотя бы статью в теге «Сайтинг» под заголовком «Кто из вас приедет на этот раз» и фотографии близнецов вместе с польской картошкой. С тех пор, как Лех Качинский со своим братом-близнецом сыграли хулиганов в фильме «Двое, укравшие Луну», даже Луна им кажется ближе, чем Германия или Россия. «Те двое, что украли Луну» – так назывался фильм, в котором братьев Качинских впервые увидела публика в далеких 60-х. И вот они уже в власти, тоже вместе. Президент и премьер и здесь не обошли вниманием кинематограф. Польским детям теперь запрещено смотреть старый сериал «Четыре танкиста и собака». Непатриотично. «Мне раньше очень нравилось смотреть это кино, а теперь нам сказали, что его нельзя больше смотреть, потому что этот фильм про русских и коммунистов». Это часть патриотического воспитания. На уроках школьникам теперь рассказывают другую историю. Задание – нарисовать первого маршала независимой Польши Йозефа Пилсудского. Здесь он герой, воевал с Россией, оккупировал Белоруссию. Для нынешних маленьких поляков он почти как дедушка Ленин для «Октябрят». Он любил курить сигары, и вот в одном кармане он всегда носил конфеты, чтобы раздавать их детям. А в другом кармане у него заряженный револьвер для врагов Польши. Впрочем, главный враг близнецов Качиньских – российская ветеринарная инспекция. Вот уже почти два года действует запрет на ввоз польского мяса в Россию. Как оказалось, это мясо не всегда было польской свининой, а чаще азиатской боеволятиной. Причем не для людей, а для собачьих консервов. Но официальная Варшава все это время считает запрет политическим. Конечно же, ветеринарные претензии Москвы – это только предлог. На самом деле России не нравится наша будущая антиракетная база. И то, что мы поддержали снос памятника в Эстонии. Мясной скандал продолжается, а польские фермеры несут убытки. И так и не могут понять, почему их правительство не хочет доказать, что польские свиньи и правда польские. Обычная антироссийская риторика Качиньских на этих выборах, похоже, не так популярна. Их главный оппонент Дональд Туск обещает поправить отношения с соседями. В Польше есть давняя традиция не устраивать вокруг внешней политики слишком горячих споров. Но действующее правительство Ярослава Качинского не справляется с задачей быть в добрососедских отношениях с Россией и Германией. Я считаю, что одна из основных задач польской внешней политики – улучшить двусторонние контакты с Россией. Но я еще раз подчеркну, это требует усилий с обеих сторон. Я лично готов сделать все, чтобы эти отношения стали значительно лучше, чем есть на сегодняшний день. Главному редактору газеты «Не» игра Качинских на политической сцене еще до их избрания казалась не слишком талантливой. Теперь Близнецов критикует почти вся польская пресса. Страна очень быстро поняла. Вместо обещанной сказки Польша получила комедию. Вообще-то мне смешны все действия Качинских. Например, Ярослав говорит, что рейтинги фальсифицированы. Почему? Потому что их результаты невыгодны Качинским. Мне смешно, когда он прижимает груди плюшевую утку. Он для меня всегда смешной, но одновременно опасный. В нем есть что-то из диктатора. Этот ролик появился в интернете, когда Лех Качинский стал президентом Польши в 2005-м. Этой осенью многие говорили, теперь самим братьям в пору кричать «Караул». По всем опросам, большинства в парламенте у них, скорее всего, не будет. Продолжение сказки о тех двоих, что когда-то украли Луну, похоже, многих уже утомило. Кирилл Брайнин, Анастасия Устинова, Олег Грознецкий, Андрей Брокос и Александр Гусев. Воскресное время. Первый канал. Другое европейское событие, не совсем политическое, но о котором говорят на этой неделе больше, чем о выборах в Польше. Развод президента Франции Николя Саркази со своей супругой. Слухи об этом уже давно будоражили Францию и даже в свое время привели к отставке главного редактора журнала «Паримач». Но накануне выборов развод был невозможен, и супруга Саркази Сесилия не стала голосовать за мужа сердцем после выборов. Подробности в репортаже Жанны Агалаковой. Газетные киоски завалены изображением бывшей первой леди. Французы удивляются. Сесилия говорит, что хочет, наконец, жить в тени, а сама снимается для блужек глянцевых журналов. Две фотосессии за последние 48 часов. Ну, просто поп-звезда. Николя Саркази всегда представлял свою жену как неотъемлемую часть политического тандема. Она играла весомую роль все 20 лет, что они жили вместе. Влияло на принятие решений, на назначение. Это была весьма растиражированная прессой пара. Почти всю неделю Елисейский дворец держал оборону. Журналисты уже во все обсуждали детали развода, а спикер президента все не сдавался. Да, конечно, я читал об этом в газетах, но это уже другой вопрос, и комментировать его я не собираюсь. Не хочу делать для прессы никаких заявлений. Официальное сообщение, всего 15 слов, появилось только в четверг. Президент Франции Николя Саркази и его супруга Сесилия разводятся по обоюдному согласию. По Конституции глава государства обладает иммунитетом и юридически защищен даже в таких тонких вопросах, как семейная жизнь. Супруга президента не имеет никакого статуса и не может требовать развода. Бракоразводный процесс может начаться только в том случае, если этого желает сам президент или оба супруга по взаимному согласию. В нашем случае как раз такая формулировка. Такое в истории Франции было лишь однажды, в 1809 году, когда император Наполеон развелся со своей прекрасной Жозефиной. Ну и что? Тысячи людей разводятся. Это личное дело каждого. Сейчас у нас будет президент-холостяк, завтра, может, президент-женщина, потом президент-гомосексуалист. Подумаешь, история всего лишь делал привычки. А начиналась эта история 23 года назад. Здесь, в мэрии богатого парижского пригорода Нью-Серсен. Николас Саркази занимал здесь кресло мэра. Окновые кабинеты вот на втором этаже, а рядом зал для приемов. И там они увиделись в первый раз. Сесилия выходила замуж. Саркази должен был зарегистрировать ее брак с известным на всю страну телеведущим. Ее избранник Жак Мартен был старше ее на 20 лет. Звезда, любимец публики. Она была на девятом месяце беременности, как и супруга Саркази. Он сделал все, чтобы они дружили семьями. Через 4 года Сесилия бросила своего знаменитого мужа и, забрав дочерей, ушла к начинающему политику. Ему пришлось завоевывать ее заново в 2005-м. Он был уже министром внутренних дел и лидером правящей партии. И это он познакомил Сесилию с американским медиамагнатом Ришаром Аттиасом. Кто должен был стать советником Саркази на предстоящих президентских выборах, а стал любовником его жены. Журнал «Паримач» с их фотографией на обложке разошелся рекордным тиражом. У них был бурный роман, о котором знали все. Они и сами не скрывали. Мы просто приехали в Нью-Йорк, подождали у дверей его квартиры и сделали этот кадр. Бруно Мурон подтвердил тогда славу первокластного папарацци. Редактор журнала «Паримач» поплатился за скандальный снимок своим креслом. А будущий кандидат в президенты Николай Саркози сумел доказать, что способен управлять не только страной, но и непокорной женой. Вскоре все французские телеканалы показывали эти кадры. Чита Саркози рука об руку в романтической поездке по гвианским тропикам. Что он сказал ей тогда, чем убедил вернуться, осталось за кадром. Относительно симпатии к вновь избранному президенту страна была поделена тогда почти пополам. Но по поводу первой леди французы были единодушны. Такой стильной у них не было никогда. Статная, красивая, лучшая манекенщица на пол головы выше мужа, настоящая парижанка, хоть в жилах ни капли французской крови. Отец Сесили еще до войны бежал из России. Мать-испанка, внучка знаменитого испанского композитора Исаака Альбениса. Она настоящая парижанка, хоть и не француженка по крови. Умеет смешивать стили, носить вещи очень дорогие и не очень. Частный салон в самом дорогом универмаге Парижа. Батайная комната для особо важных персон. Хозяйка Сесилии Саркози на «ты». Встречаются здесь регулярно, чтобы обновить гардероб. Она сейчас в потрясающей форме, и это удивительно, ведь Сесилия обожает шоколад, не отказывает себе в сладостях. Просто много занимается спортом, практикует пилатес. Быть первой леди – это не для меня. Я политически некорректна. Она сказала это за два года до президентских выборов. Их, как оказалось, совершенно не лукавило. Уже через месяц после смены хозяина Елисейского дворца весь мир обсуждал, как Сесилия Саркози сбежала с саммита Большой Восьмерки. В то время как супруги лидеров России, США, Канады, Великобритании, Японии, Италии, Испании в сопровождении мужа канцлера ФРГ осматривали достопримечательности и вели светские беседы. Первая дама Франции блестяще отсутствовала. 14 июля – парад в Париже. На глазах у всех Сесилия оттолкнула руку мужа. Все присутствовавшие были шокированы. Август. Отпуск в США. Американский президент пригласил честу Саркози на пикник. Сесилия сослалась на Ангину. Николя Саркози выступал один против целого клана Бушей. Потом она не поехала с ним в Софию, где после триумфального освобождения болгарских медсестер из ливийской тюрьмы она была национальной героиней. Не появилась и в Москве. Для меня в этой истории есть особый смысл. Женщина больше не жертвует собой ради мужа, не жертвует своей свободой. Для феминисток это хорошая новость. Ведь это не муж бросил жену, а совсем наоборот. 8 из 10 французов к разводу главы государства отнеслись с пониманием. Раздел имущества занимаются сейчас адвокаты. Уже известно, что у Сесилии отойдет огромная квартира в том самом Нью-Ессер-Сен, где они с Николя впервые увиделись. Десятилетний сын Луи будет жить с матерью, но отец сможет видеть его в любое время. Окончательно развод будет оформлен через полтора месяца. Что стало его причиной, так и осталось тайной. В Лиссабоне на саммите ЕС журналистам не удалось вызвать президента на откровенность. Французы избрали меня президентом для того, чтобы я решал их проблемы, а не для того, чтобы комментировал свою личную жизнь. В выходные на Елисейских полях Аншлаг. Говорят, с тех пор, как президентская пресс-служба официально объявила о предстоящем разводе, Сесилию здесь видят каждый день. Она встречается с друзьями, обедает в ресторанах. Говорят, что связь с Ришаром и Тиасом была прервана лишь на время предвыборной кампании. 12 ноября ей исполняется 50, и она начинает новую жизнь. Вы смотрели «Воскресное время». С вами был Петр Толстой. Запомните эту неделю. Встретимся в следующее воскресенье, как обычно, в 27 час. Ну а прямо сейчас премьера сезона «Фабрика звезд». До свидания. Всего доброго.